Здравствуйте! Сегодня мы продолжим говорить о синтаксических функциях причастия и, в частности, рассмотрим обстоятельственные функции причастий в предложении. И даже настолько обстоятельственные, которые похожи на второстепенное сказуемое. Обычно причастие с зависимыми словами, ну, а может быть, даже и без таковых, но уж зависимыми точно, образует причастный оборот. И причастный оборот, как мы привыкли в литературном языке, в предложении является определением и подчеркивается волнистой черточкой. Отвечает он на вопрос «какой?» «Какая?» «Какое?» «Какие?» Плюс еще во всяких косвенных падежах. Все то же самое может быть и в церковнославянском языке. Кроме того, причастие и вкупе с зависимыми словами тоже может образовывать не только аналог причастного оборота в литературном языке, но и аналог деепричастного оборота в литературном языке. И тогда в предложении такой оборот является уже не определением, а обстоятельством. Дядя Федя, съевший медведя, жестоко раскаялся. Дядя Федя какой? Съевший медведя, жестоко раскаялся. Именно поэтому, в силу того, что этот оборот связан с дядей Федей, там причастие в мужском роде и в единственном числе. Но в литературном языке мы можем сказать и иначе. Дядя Федя, съев медведя, жестоко раскаялся. Вот такой оборот уже будет относиться не к подлежащему нигде де Феде, а к сказуемому и являться обстоятельством. Раскаялся как, съев медведя. Ну или раскаялся когда, съев медведя. Там обстоятельственных вопросов достаточно много. В церковнославянском это все равно причастный оборот. Откуда появились деи причастия в литературном языке, мы с вами, надеюсь, помним. Это всего лишь одна из форм, или там одни из форм причастия именительного падежа, краткие, которые вот оторвались от всех косвенных падежей и стали такие сами с усами. И им уже не нужно согласовываться с подлежащим в роде и числе. А в церковном славянском нужно. И поэтому съев для мужского рода, если дядя Федя, тогда съев медведя. Если это тетя Маша, тогда это съевши медведя. Если это какое-то чадо, тогда съевше медведя. И если это какие-то множественные лица, тогда это будет тоже съевше. Функции этой обстоятельственной могут быть какие угодно причастия. Ну вот мы их и рассмотрим, какие угодно. Действительные и страдательные настоящего времени и прошедшего времени. Обстоятельственные причастия настоящего времени действительные. Из молитвы Петра Студийского. Исходный посыл таков, что вот знаю, что такое хорошо и что такое плохо. Хочу делать хорошо. Раскаиваюсь, что делаю плохо. И снова делаю плохо. Вот такая замкнутая карусель. И следующее предложение. «Ведущий сия, владычица моя, госпоже Богородице, молю да помилуеши, да укрепиши мя». И так далее. «Ведущий сия». «Ведущий» – это женский род, единственное число. Почему? Потому что обращение «владычица моя, госпоже Богородице». И относится этот оборот «ведущий сия» к сказуемому «да помилуеши, да укрепиши». «Да помилуеши, да укрепиши как?» Зная все вот это. Посмотрим обстоятельственные причастия прошедшего времени. Также действительные. Вот ученики к Спасителю приходят и будят Его. «И пришедше ученицы Его, возбудиша Его». «Ученицы» – подлежащие, «возбудиша» – сказуемое. «Пришедше» относится к сказуемому и отвечает на вопрос «как?». «Возбудиша как?» – «пришедше». Но по форме, по числу и по роду пришедше согласуется с ученицей. Это множественное число у слова «ученицы» и у слова «пришедше». Посмотрим обстоятельственные причастия настоящего времени, теперь страдательные. «Укоряемы» – благословляем. «Гонимы» – терпим. «Хулими» – утешаемся. Как бы будучи укоряемыми, мы благословляем. Будучи гонимыми, мы терпим. И будучи хулимыми, мы утешаемся. Только в церковнославянском «будучи» не надо, а просто. «Укоряемые» – благословляем. «Гонимые» – терпим. «Хулимые» – утешаемся. Теперь посмотрим обстоятельственные причастия прошедшего времени страдательные. Иногда они идут с причастным таким глаголом-связкой «быти» – «быв», «бывший» и так далее. А иногда без них. Ну вот со связкой. «Слышавший» и «бывший» исполнений ярости в опияху. «Бывший» исполнений. Можно и без «бывший». «Слышавший» и «исполнений» ярости в опияху. Вот можно так, можно вот и так. Мы с вами говорили о том, что причастный оборот – это такая личинка предложения, в котором тоже зашита некоторая ситуация. И в силу того, что причастный оборот чем-то похож на предложение, причастие, которое тянет на себе весь причастный оборот, оно чем-то похоже на сказуемое. И иногда эта похожесть дорастает для того, что причастие становится по выражению Александра Афанасьевича Потебни второстепенным, сказуемым. Так, например, с глаголом «быти» оно очень похоже на составное именное сказуемое. Например, из молитв по причащению. «Но творение и создание твое быв, не отчаиваю своего спасения окаянный». «Творение и создание твое быв, но будучи твоим творением и созданием, не отчаиваюсь в своем спасении». Можно с какими-нибудь другими полузнаменательными связками, вроде «видим» или «явлен». Вот такими. Иногда в цепочке действий, главное действие называется глаголом в личной форме, А те, которые мы бы представили как однородные сказуемые или однородные предаточные предложения обстоятельственные, они выражаются этими самыми причастиями. Например, «Исе жена в ограде, я же бе грешница, и, увидевши, яку возлежит в охрамене фарисеове, принесши алавастр мира и ставши при ногу его созади, плачущися, начат умывати нози его слезами». Значит, что мы видим? «Уведевши, принесши, ставши, начат умывати». Значит, «узнав, принеся, став, начала умывать». Или «узнала, принесла, встала и начала умывать». Вот такие два возможных способа интерпретировать одно и то же. И сюда же еще одна ситуация. Апостол от 70 Тит был послан во время земной жизни Спасителя в Иерусалим. Был послан своим дядей Анфипатом, то есть наместником критским. И вот что говорится в Минеи вот 25 августа об этом. Той же, то есть апостол Тит, «шед и видев, и поклонись, владыце Христу». Значит, той же «шед и видев, и поклонись». Сначала идет слово «шед», дальше через «и», «шед» – это причастие. Через «и» идет еще одно причастие «видев», а потом через «и» идет вообще личная форма глагола. И причастие как бы становится с личной формой глагола рядоположенными. То есть пошел, увидел и поклонился. Сюда же относятся такие сочетания, как «шед» – «посмотрю», то есть «пойду и посмотрю». «Востав» – «иду», то есть «встану и пойду». Или «взем» – «сотворю», то есть «возьму и сделаю». И так далее. И, пожалуй, последнее, что мы скажем о синтаксических функциях причастия – это будет несколько слов о плеонастических выражениях. От греческого слова «плеонасмос» – «излишество», «избыточество». Плеонастические выражения, то есть «избыточные», казалось бы, сказал уже одно слово, там «отравился» и «достаточно». Понятное дело, что если «отравился», отравой какой-то, но нет, можно сказать «отравился ядом». Вот это выражение будет «избыточное» или там «масло масляное». Ну, простейший вид плеоназма – это тавтология, когда однокоренные слова повторяются. Более сложный вид плеоназма, такой скрытый плеоназм – это синонимы. В церковнославянском языке плеонастические конструкции имеют два основных вида. Во-первых, это личный глагол «сказуемое», сочетающийся с обстоятельственным причастием настоящего времени. Например, «вкушая, вкуси их мало меда, и сея аз умираю». Или «ревнуя по ревновах, по Господи бози уседержители». Или же это глагол «сказуемое», личный, в сочетании с существительным в творительном падеже. То есть это уже даже непричастная конструкция, но поскольку это плеонастические выражения, раз уж мы за них зацепились, то оба их вида и рассмотрим. Существительное в творительном падеже. «Хотеньем не хощу смерти грешника, но ежи обратитесь, и живо быте ему», – говорит Господь. «Хотеньем не хощу». Выражения эти копируют греческие, которые, в свою очередь, копируют еврейские, и, следовательно, наибольшая их концентрация наблюдается в Ветхом Завете. По значению это выражения, усиливающие друг друга. Мы ведь тоже, чтобы усилить что-то, можем повторять это несколько раз. Допустим, не просто красивый, не просто очень красивый, а очень-очень красивый. Вот это усиление. Примерно то же значение у плеонастических конструкций в церковнославянском языке. «Слухом услышите, и неимоти разумете, и зряще узрите, и неимоти видите». Здесь обе конструкции. «Слухом услышите» – услышите глагол в личной форме, и «слухом» – существительное в творительном падеже. «Зряще узрите» – узрите глагол в личной форме, «зряще» – это обстоятельственное причастие настоящего времени. Иногда встречаются речевые плеонастические конструкции. Иногда встречаются ещё следующие плеонастические сочетания. «Отвеща в глагола» или «отвеща глаголя», когда личные формы и причастие меняются местами. Там «отвеща в глагола» – глагол и личная форма, а «отвеща в причастие». «Или отвеща глаголя» – когда «отвеща» становится личной формой, а глаголя – причастие. «Или рече глаголя» – рече личная форма, глаголя – причастие. «Востав иду» – личная форма, «востав причастие». «Изыди» – проходя. «Изыди» – личная форма, проходя причастие. Пожалуй, это всё, что хотел я сказать о синтаксических функциях причастий. И на этом мы с причастиями расстаемся, а с глаголом нет. И продолжим мы в следующий раз. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok